Избрание Дональда Трампа президентом США вызвало озабоченность у многих участников международной конференции по вопросам климата, проходящей в Маракоше. В ходе избирательной кампании Трамп назвал проблему глобального потепления мистификацией и грозил разорвать недавно подписанное в Париже соглашение по климату. Я не волнуюсь, но понимаю, что нам предстоит большая работа. То есть задача перед нами непростая, но мы к этому готовы. И считаем, что история, импульс и весь мир на нашей стороне, потому что все страны действуют в этом направлении. Между тем, в среду в Маракоше прошла акция противников Дональда Трампа. США занимают второе после Китая место в мире по загрязнению атмосферы. Климатические изменения стали сейчас для США и Китая не только вопросом экологии. Это и вопрос геополитики между двумя самыми главными странами в мире. Мы призываем следующего президента США принять этого внимание. Подписанное в прошлом году соглашение ставит задачей удержать рост средней температуры на планете в пределах полутора-двух градусов, для чего необходимо серьёзное сокращение выбросов парниковых газов.